Кто лучший в 2021 году определили в E-Media Group. Состоялось торжественное награждение участников конкурса The Best of Azerbaijan, проводимого организацией. Мероприятие приурочено ко дню восстановления государственной независимости Азербайджана. Награды получили депутаты, дипломаты, участники Карабахской войны, пресс-секретари различных министерств, деятели культуры, спортсмены, а также руководители и ведущие местных телеканалов, которые отличились своей деятельностью. Среди них и сотрудник телеканала CBC, ведущий популярной передачи. Это Азербайджан Михаил Алтухов. Поздравляем нашего коллегу. В Баку в первый раз прошел фестиваль хлеба. Хлебобулочные изделия из различных зерновых культур были представлены на суд гостей фестиваля местными и зарубежными участниками. Мероприятие проходило все бриз. Такого запаха хлеба Баку не чувствовал давно. Аромат свежеиспеченного хлеба сегодня просто завораживает. Хочется забыть о всех диетах. Сегодня у самого вкусного, полезного и ароматного продукта праздник – фестиваль хлеба. В нашем фестивале сегодня участвует большое количество пекарей из 15 регионов страны. Представлена самая разнообразная хлебобулочная продукция. Здесь и пироги, и торты, и булочки, и кутабы. Огромное количество видов хлеба. Ну что ж, пока наши судьи будут выбирать лучшего. Мы также приступаем к дегустации. Знаем точно, что голодными отсюда никто не уйдет. Народная мудрость гласит – хлеб всему голова. И с этим сложно поспорить, ведь ни одно застолье не обходится без этого продукта. Вкус и запах свежевыпеченного хлеба просто гипнотизируют. И на сегодняшнем фестивале хлеба в Баку его аромат пленил всех, кто стал участником этого мероприятия. Более трехсот разновидностей хлеба и национального азербайджанского тандира, хлебобулочных и мучных изделий представили кулинары нашей страны. Сегодня у нас участвует шесть посольств. Первый раз с нами Грузия сегодня. И также первый раз у нас участвуют регионы Азербайджана. Как вы видите, у нас огромное количество азербайджанских хлебов, которые представлены сегодня на нашем фестивале. У нас сегодня тандир, чоря, щирин, чоря, кюльчая, разные виды кутабов, фясали и так далее. Какой только выпечки здесь нет. И румяная кята, и разные виды пирожков, и горячие тандири с маком, и аппетитные блинчики с мясом, пироги с начинкой, кутабы с различными начинками и душистые фясали. Каждый участник представил выпечку своего региона. Естественно, все надеются на победу, но думаю, что жюри выберет достойного. Ну, все достойные работы. Ну, естественно, очень хотелось бы победить. Я предоставила наш древний сюдлю чоряй. Это с такой приправой, хильбя, который очень редко находится только в нашем горном селении Лагич. В рамках конкурса «Мой хлеб» гости смогли попробовать не только бакинский, но и гянджинский, лесгинский, нахчеванский, смайлинский хлеб и другие хлебобулочные изделия. У нас сегодня где-то 10-12 видов хлеба. Шеф сегодня нам приготовил апельсиновый хлеб с фундуком, томатный хлеб с вялеными помидорами, багеты с маслинами. Есть хлеб на закваске с разными злаками. Мероприятие прошло с участием работников дипломатических миссий, работающих в Азербайджане, и кулинаров-любителей из сообщества «Азерий Хом Шеф». Шеф-повара дипкорпуса приготовили традиционные блюда своих стран. Они угощали всех гостей, пропагандируя кулинарную культуру своей страны. Это мероприятие дает возможность представить виды хлеба разных национальностей. Посольство Узбекистана сегодня выступило с такой продукцией, как патернон, самса, хлеб, в составе которого мясо, тоже сладкий хлеб, там имеется кишмиш, и обычный хлеб, который изготавливается из молока и масла. Вкусно, красиво и безумно интересно. Такой был вердикт каждого посетителя сегодняшнего фестиваля. Все очень красиво, все очень-очень вкусно. Сами видите, жалко, что мы не можем передать вкусовые запах, вот эта атмосфера. Все здесь душевно, красиво и очень аппетитно. Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная программа, танцы, мастер-классы, выступления артистов. Лучшим пекарям были вручены премии и награды.